всем привет запишу очередное быстрое видео ответ на вопрос насчет насчет того был такой вопрос мы приезжаем мебели не будет бытовых приборов не будет естественно где подешевле купить как бы многие задаются вопросом особенно когда едешь из украины да и цена там 200 баксов за кровать сразу отдать например или там 300 400 долларов только за кровать без матраса или что-то такое как бы такие большие суммы кажутся очень большими при том многие не знают останутся ли они в этом городе то есть покупать сразу новую мебель и потом ее перевозить или продавать за копейки как бы тоже проблематично для многих короче говоря очень многие задаются вопросом где вы купить мебель вещи бытовые приборы подешевле для меня как бы лично мой такой дурацкий наверное дурацкий очень хороший опыт показал что лучше купить что-то новое не очень дорогое чем был почему объясню потому что почему-то здесь в канаде как-то как-то ну так получается что если видишь что-то там на фейсбуке или в магазине которые типовалый виллэдж магазин секонд-хэнда да как бы бушного всего если видишь что-то прилично действительно хорошо прилично то она и стоит прилично то есть получается что да это будет какой-то там супер крутой деревянный стол который стоил 1000 долларов да но ты его купишь за там 700 долларов или это будет какой-то крутой стол который стоил там 500 600 долларов а ты его купишь за 300 400 но но в икее например ты можешь купить тот же стол на кухню за просто обычный новый за 150 200 долларов вот как бы где как бы где что купить подешевле начнем с того что здесь в канаде очень прикольно и очень многие люди выбрасывают вещи например там пылесос велосипед микроволновка телевизор компьютер или монитор это из того что я видела какие-то допустим письменные столы тумбочки диваны и но диваны там такие обычно выбрасывают уже совсем страшные вот какие-то могут быть там миксеры и так далее или кухонные комбайны люди просто ставят возле мусорки или напротив своего дома возле мусорки и как бы можно взять как бы ничего постыдного в этом нет это и делается для того чтобы другие люди кому надо взяли и пользовались а вот опять таки скажу что у нас до сих пор пылесос который мы взяли возле мусорки практически новые вера и все из того что мы взяли вот так но неважно мы просто у нас не было особо много времени ходить и смотреть и как бы мы мы не смотрели специально для этого да там не искали что-то такое но как бы если уже брать бушное или что-то такое то по мне так лучше взять что-то возле мусорки потому что если берешь что-то бушное то обычно его продают особенно то вот на фейсбуке я видела задорого хороши распродажить к тем кто приезжает летом осенью смотрите ярд сейлз обычно вы вешиваю обычно они происходят на выходных и и люди вывешивают иногда бывает кстати в фейсбук информация что по такому-то адресу будет ярд сейл иногда бывает информация вывешивают такую щиток на дороге да то есть ты проходишь мимо где-то какого-то района и написано ярд сейл такой-то день в такое-то время я знаю многие покупали много интересного на ярд сейлах мы как бы специально по ярд сейлам не ходили но случайно вот как мы попали наверно один или два раза и что-то мы совсем даже какую-то посудину для выпечки кстати до сих пор которые там за доллар купили то есть совсем что-то очень дешево можно купить и довольно неплохое обычно на ярд сейлах народ делает эти ярд сейлы чтобы продать а мы еще микроволновку купили тоже за 15 или за 20 долларов народ обычно делает эти ярд сейлы чтобы продать как бы чтобы избавиться от от мусора от того что им не надо не всегда это мусор и можно купить что-то хорошее по недорогой цене следующая как бы ступень из вот этого всего будет наверно фейсбук но фейсбуке надо сидеть постоянно я как бы видела много всего но опять таки в основном если это что-то хорошее то оно и стоит дорого то есть уже легче переплатить тебе 200 долларов или 500 долларов да если ты берешь стол за тысячу долларов себе в кухню то лучше уже переплатить и купить новое либо это такое прям очень плохого и качества и состояния что лучше купить все-таки опять-таки уже много раз рассказывала про свою беду с этим кухонным столом мы купили типа деревянный типа классный хорошем состоянии мы естественно когда ну знаете первые дни на фейсбуке смотришь вроде картинки красивые звонишь там все окей прибегаешь первые дни везешь этот стол домой до особо не смотришь а потом начинаешь присматриваться и понимаешь никакого он не хорошего качества и допустим мы купили вот там за 70 80 долларов лучше бы мы купили в икея за 120 долларов обычный простой стол но новый вот то есть надо очень хорошо смотреть или очень хорошо уметь смотреть то есть есть люди которые очень умеют хорошо выбирать там из б.у. товаров что-то реально классное короче это не ко мне поэтому если умеете то реально можно вот на фейсбуке выбрать что-то неплохое как по мне то я заметила что если я что-то вижу классное то это уже там на него очередь 20 классное недорогое то очередь в 20 человек там или сколько-то то есть уже нет смысла даже если что-то видела по моему даже игры мы какие-то пытались думали купим в итоге получалось что игра бушная 20 а новую поехать купить такую же 30 долларов то есть ну нет смысла поэтому я с фейсбуком с этим совсем закруглилась очень быстро потому что нет смысла тратить время у меня во всяком случае не было времени тратить высматривать что там можно подешевле найти следующая ступень и место это будет вал и виллэч и по моему где-то есть какой-то еще секонд-хэнд здесь но то что я знаю это вал и виллэч на бишоп драйв магазин огромный там можно купить электроприборы сто процентов я не помню насчет мебели по моему мебель тоже по моему я там видела какие-то кресла или что-то еще то есть там можно купить тоже это был магазин можно купить недорого если найти как бы но опять таки мой опыт был не очень успешный мой опыт был я там была два раза два раза то что я видела что вроде как хорошее то можно было не дешевле чуть чуть дороже купить новое то что я видела там дешево то было как бы не знаю кто захочет это купить короче то было реально не очень хорошее уже явно поношено старое и не очень хорошего качества вот это из такого из бушного из подешевле если новая и дешевая то насколько я поняла что самая дешевая это будет айкея купить и заказать заранее это мебель столы и стулья все кухонные принадлежности постельная легче всего все это сразу скопом заказать в икеи и причем можно даже брать самое дешевое там в основном оно качество плохое но на первые два-три года сойдет вот что еще из таких вот как бы если электроприборы то да допустим не обязательно на первое время покупать сразу кухонный комбайн за 200 долларов например можно купить какой-то минимум за 20-30 долларов в атлантике то есть опять таки и наверное даже можно какие-то вот апплайенсы с типа там микро не микроволновка миксер что-то такое там необходимое на кухне как кухонный комбайн чайник это все будет может можно в районе от 15 до 40 наверно долларов купить в костка в атлантике например в костка утюг по-моему 35-40 долларов фен 30 долларов в чайник где-то от 30 долларов может даже дешевле можно в атлантике в волмарте купить более дешевые бренды и они будут дешевле на первое время какие-то такие вот блендеры недорого можно взять микроволновки в волмарте и в атлантике вот так вот вроде вроде все рассказала да еще еще можно смотреть на амазоне если что-то недорогое или дорогое но можно хорошей цене купить на амазоне канадском то посмотрите канадский потому что иногда можно перепутать с американском там вроде цена дешевле будет но потом будет нестыковочка вот вроде вроде все по этому вопросу если что задавайте другие вопросы